Один из серьёзных рисков для России и для ряда других стран, что у нас огромная социальная и экономическая референциация, различия между бедными и самыми богатыми, количество миллиардеров в России самое большое и больше, чем в других странах. И поэтому учёные наши выдвигают, учёные и отделение экономики, и социологи, и наш институт выдвигают довольно настойчивую идею перехода от... пересмотреть у нас систему подоходного налога, сделать её... налоги из богатых у нас бегут так же, как и в стадии 13%. Мы призываем всё-таки сделать, как и в большинстве стран мира, в том числе западных, прогрессивный налог из богатых. Например, Оланд пришёл к власти во Франции на волне с обещаниями на крупное состояние до 75% проекта налоги. Очень они по этому вопросу много спорили с Арказином. Народ, то есть, вероятно, поддержали его. У нас, к сожалению, эта, в общем, насущная необходимость до сих пор не только не выполняется, но и нет даже в разумительный ответ. Почему? Почему это в таком привилегированном положении находятся сами богатые? Я бы в этой связи посоветовал почитать, посмотреть. У нас написал такую, можно сказать, программную статью по этим вопросам о необходимости социального... дальнейшее усиление правильной социальной политики. Это Шмелёв в первом номере журнала «Современная Россия». Я читал, перед вашей статьёй, я её прочитал. Там только... Он последние 20 лет по косточкам там разбирает. Да-да-да, совершенно точно. И там есть и насчёт прогрессивного налога. Я читал, я читал. Упомянуто. А в этой статье, которую он написал, мне показал, там развернуто и правильно делается. Вот. Значит, социальная политика. Значит, налога... Вы согласны с его системой аргументации? Конечно, конечно. Я могу его какие-то примеры приводить в подтверждение ваших слов? Конечно, конечно, конечно. Я согласен. Вот. И... Ещё бы я бы... Чё-то я себе записал очень хорошо провал сегодня. Ну, и с тем есть и положительные. Например, в последние месяцы у нас в правительстве, особенно президент, стали больше внимания к рабочему классу, к так называемым синим воротничкам, пенсионам. Ну, то есть, само находящееся в власти группы чувствует, что нужно здесь какие-то исправления, что это не может так. Но пока до кардинального, потому что можно называть любые, нужны деньги для осуществления. А где больше всего денег? То, как в науковобложении богатых – это главное источник. Вот. Очень серьёзная проблема о национальных отношениях. Националисты разных мастей и в республиках, и наши наповедники русского национализма в его крайних формах, они требуют сейчас, и это требование отразил Прохоров при создании своей новой организации гражданской инвестиции. Рассказ, он даже потребовал, вопреки Конституции, поменять разделение, ввести административное деление, похерить эти национальные республики, всё только по доходам. Это страшная вещь, если бы на это пошли, потому что в нашем национальной стране, но дело даже не в этом. Наши националисты, которые разные массивы, например, один из очень таких откровенных националистов, например, Навальный, один из лидеров, блогер, который стал… Ну, разведку, да. Да, он, например, считает, что главный в России сейчас не национальный вопрос, на что резонно ему отвечают многие наши учёные, что в России главный сейчас не национальный, а социальный вопрос. Решение социальных вопросов, вопросов демократии. Национальный вопрос, он подчинённый, он не может быть главным. Ну, набор всяких угроз, там, этих, это у меня довольно… Если хотите, вот сейчас я… Я очень внимательно прочитал ваши работы, потому, так сказать, у вас всё это и в сжатом виде, и в распространённом. Вы по-разному об этом рассказываете, в зависимости от аудитории, в зависимости от того, в каком издании это сформулировано. Но дело в том, что в связи с этим вопрос есть. Вот можно я вам задам вопрос? Конечно. Дело в том, что по большому счёту, так сказать, вот то настроение, с которым делаются эти обобщения и выводы, они сформулированы, исходя из некой такой тенденции, некого такого всё-таки оптимизма, такого, знаете, так сказать, настрой на некую оптимистическую концепцию развития государства. Яркий пример концепции от выступления Яков Царова. Вы слышали? Да, 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 очень хорошо, мы утопистом представили его. По-английски это называется wishful thinking. То есть мы провозим партнёрство, взаимная терпимость, всё это наладится, и тогда мы на самом деле… У вас тоже присутствует установка на некий позитив, позитивный сценарий. Желание этого произвести, но надо больше внимания уделять тем препятствиям, тем, которые надо преодолевать ксенофобским настроениям. Потом, ну, вы меня извините, есть теория насилия. Она разработана была ещё до Марса Энгельса. Марсистская теория насилия, которая говорит о нескольких основных видах насилия – экономическое, политическое, военное, 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 гибели людей. И появился ещё новый вид насилия – это страх людей перед ксенофобскими и всякими вот этими вещами. Никто не отменял эту теорию насилия, никто не доказал, что она не работает. Теория и практика насилия – сколько людей гибнет до сих пор в войнах, в конфликтах, в террористических, жертвы террористических атак и так далее. Тимур Тимофеевич, а вам, вот я конкретный совсем вопрос задаю, вам не кажется, что всё-таки марксистский взгляд на развитие общества сейчас в условиях обострения всех этих направлений, всех этих кризисов представляет всё-таки определённую, безусловно, актуальную ценность, поскольку он объясняет и ставит в каком-то смысле всё на основу. То есть есть базис, есть надстройка. Существует экономическая платформа, существуют идеологические концепции, которые, соответственно, которым отдаётся предпочтение или которые, наоборот, занижаются. Да, ну я, будучи сам по происхождению, по своим убеждениям марксист, но я всё-таки хотел бы подчеркнуть, есть марксизм догматический, а есть творческий. С позиции догматического марксизма не всё сейчас можно объяснить. Творческий марксизм всё-таки в нём начали в большем мире сказываться, превалировать идеи гуманизма. С этим связан творческий марксизм стремиться не сводить всё к тем формам социализма, которые уже знают истории. Ведь всё-таки социализм имел разные стадии, разные формы. Был утопический социализм, был христианский социализм, был то, что Ленин называл рекционный социализм, мелкобуржуазный и феодальный даже тоже, и так далее. Но исторически я бы относился, вот сейчас, и тут довольно устрая дискуссия оценки Сталина, оценки СССР, в этих дискуссиях порой не хватает историзма, потому что исторический взгляд заставляет подходить с позицией, если вы смотрите на уже имевшие попытки создать социалистическое общество, то это всё-таки были формы раннего, незрелого социализма, со всеми их недостатками. Советский Союз – это очень интересный опыт, эксперимент, создание новой советской цивилизации и так далее. Но это неправильно было, когда в эпоху Брешнева пытались вывести формулу, что мы переходим к развитому, к зрелому социализму. Или до сих пор у экономистов наших можно найти работы, которыми названы политэкономия – посткоммунизм. Я бы хотелически против, потому что какой посткоммунизм, когда не было ещё коммунизма? Посткоммунизм – это журналистское выражение западных опозревателей. Вот коммунизм, надо подходить исторически. Я считаю, что и Советский Союз – очень важные эксперименты, советскую цивилизацию, её уроки, её плюсы и минусы – это никуда бы в истории не было. Почему-то вы слово «эксперимент» использовали? Почему так много вы часто, уже три раза повторили слово «эксперимент»? Ну, потому что было бы решено. Нет, ну, а я вам скажу, ну, хорошо, может быть, вы правы, может быть, лучше назвать не «эксперимент», а «фаза». Ранняя фаза социалистических преобразований. То же самое, извиняюсь, Китай со всеми его падениями и взлётами. Сейчас у них большой взлёт. Но я опять… И они сами считают, что первые десятилетия, в том числе период, который они переживают, это ранний социализм со всеми его особенностями, что зрелый, поздний, развитость ещё только предстоит. Но это показывает о том, что всё поступательно в диалектике. Совершенно. В диалектике. Так вот, соответственно, ты с… В Вьетнаме, возьмите то, что сейчас в Латинской Америке, эксперименты и Куба, и Венесуэла, и других стран. То, что в Бразилии нащупывают ранней социалистической формы справедливости, равенства и так далее, и так далее. То есть, понимаете, я бы выступал за подлинный исторический подход к формам общественного бытия. И с этой точки зрения я не считаю, что и наша страна закрыта для новых форм. Некоторые организации, возьмите «Справедливая Россия» Миронов, выдвинул злозу, это новый социализм 21 века. Ну, другое дело, что эта организация не очень сильная, и поэтому поддержка этого… Но то, что идеи… Во всяком случае, я не согласен с господином Иноземцевым, Владислав Иноземцевым, очень уважаемым экономистом, очень рисующий, талантливый человек, у многих веков добыл свободной мысли, уходя, год-два назад у них поменялось сейчас руководство, он ушёл с поста главного ряда, но перед уходом он запустил такую серию обсуждений, называется «Кризис великой идеи». То есть давайте дискутировать, под чем обусловлены, насколько долг кризис социалистической идеи. Ему правильно ответило несколько его оппонентов, в частности, редакторы журнала «Альтернативы», есть такой журнал, как они себя называют, «Критического марксизма», современного критического неомарксизма. Да, они выступили с идеей, что рано хранить идеи социализма, так же, как и что есть новой формы конвергентного социализма, смешанной экономики. Надо быть более гибким, чтобы в жизни... Вот я не знаю, отвечая на эти вопросы глобальные, соотношения цивилизации, я думаю, вы наберёте там в тех материал, что я вам дам, можете оттуда вставлять кое-чего. Вы скажите, пожалуйста, тем не менее, вот вы констатируете наличие всех этих кризисных ситуаций, ядерная опасность, экологическая опасность, риски, 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 зависимость от долговых обязательств Америки. Если бы мир был банком, если бы экология была финансовая система, её бы давно уже спасли. Такие рождаются метафоры. Скажите, пожалуйста, тем не менее, пример того, что происходит в Европе и в Африке, это есть прорыв этих кризисов, вот этих противоречий, то есть это жить... Это не прорыв, это яркое проявление. Проявление, проявление, проявление.